Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Хочу вам сегодня показать очень интересную посуду. Вы увидите ее, но она в таком купеческом стиле сделана. И поэтому я хочу вам немножко перед этим показать купеческие картины, как они пили чай. Пили чай, они очень часто из блюдечка в прикуску. Вот, я даже до сих пор помню, как у меня мой прадед сидел за столом, у него были огромные рыжие усы, он с блюдечка пил, и вот усы у него в это блюдечко опускались и пил с сахаром в прикуску. Итак, друзья, очень интересное видео. Приглашаю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может, это колокол льет? Ну, так точно, поверь моему слову. Вот, видишь, забор-то. Так выше этого забора у них ходули-то. Ох! Скучно одной-то ничего не делать. А вместе веселей. Ну, как же можно, гораздо веселей. А вы хотите вместе? Даже за счастье почтусь. Пожалуйста, ручку поцеловать. Нате. Подвиньтесь поближе. Я вас так... Вы любите меня. Я вас буду. Покорнич, вас благодарю. Я не обижу, я добрая. Добрая, 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 добрая. Вы уже знаете, что сервировки, которые я использую для завтрака в саду, зависят в первую очередь от цвета цветущих в данный момент растений. А так как я люблю кобальт в фарфоре, всегда радуюсь цветущим растениям с синей окраской. И, кстати, я люблю фарфор не только в сочетании синий с белым, но и глухой синий. Мой заварочный чайник «Старая кжель» выполнен в технике глухого кобальта. Глухой кобальт – особый вид росписи, когда блестящая темно-синяя глазурь покрывает все изделие, а уже по ней наносится тонкий рисунок, узор золота. Сочетание кобальта с золотом – одно из самых эффектных и изысканных. В настоящее время многие тиражные изделия советских лет с фоном насыщенного кобальтового цвета больше не выпускаются. Многие предприятия закрылись, изменилась и мода. Такой фарфор можно купить сейчас только с рук на блошином рынке или винтажном магазине. Сервис, который вы сейчас увидите, тоже с кобальтом. 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 Сервис, которые 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 вы сейчас увидите, тоже с кобальтом. Что же касается формы чайник, тоже с кобальтом. Это чайник, так как на носике внутри него есть решетка. Но его удлиненная форма, да еще, если учесть небольшой размер чашечек, ну, как-то относится, можно его отнести и к кофейному сервизу. И чтобы пить из него чайно. И чтобы пить из него чай удобно, я купила к нему чайное трио с розовыми розами, которые сюда мне, как мне кажется, отлично вписались. В качестве скатерти я использовала Павло Посадский шерстяной платок с розами, что поставило эффектную точку в созданном образе. Ведь для создания купеческого стиля платок с розами был совершенно необходим. Дорогие друзья, зрители моего канала, любители антиквариата винтажа, спасибо за то, что мы с вами вместе. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Замечательного лета, дорогие друзья! Новых находок и новых интересных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok